Привет всем дорогие мои из Ростова! Знакомьтесь, это буханочки, которые мы сегодня погоним на фронт. Дома в Анапе мы снимать не стали, потому что выезжали уже поздно ночью, но как проходили сборы, я хочу вам показать и поблагодарить всех людей, которые причастны к тому, что закуплены эти машины. Мы купили Старлинг, везем все это теперь нашим дорогим солдатам. Мы подписчики Юра Азаровского, Ростовская область, Когольницкий район, Станица Когольницкая. Мы уже два года делаем для наших ребят окопные свечи. Волонтеры штаба своих не бросаем. Раз мы сюда приехали на три дня отдохнуть, привезти и оказать помощь ребятам, потому что услышали в стриме, что Юра едет сегодня. Большое вам спасибо за вашу работу. Вместе мы сила. Победа будет за нами. Эксклюзивные свечи, мы в них заливаем воск, парафин, натуральная лаванда, чтобы нашим ребятам было там и тепло, пахло хорошо. Нина что принесла, смотрите. Она тоже услышала вечером поздно, что нет у солдат в этот раз выпечки. И она вот своими ручками делала им вот такую вкуснятину. Ниночка, спасибо тебе огромное, ты мега-мега. Я за час напекла, привезла, спасибо. Мальчишки будут очень рады. Мы пожелаем что-нибудь. Ждуны, вам огромный привет. Спасибо. Я не спала всю ночь. Я к вам еду, ждите. Вот эти одеялки у нас отшивают Красная Горка. Огромная благодарность Гале. Они у нас сначала ввели кировочные сети, а сейчас начали шить еще антитепловизионное одеяло. Сегодня у Юры был эфир и на эфире человек услышал, что у нас не хватает консервов. Огромная благодарность. Сейчас нам привезли для ребят консервы. Это сельдь. И огромную благодарность мы выражаем ИП Николаиде. Большую помощь. Спасибо вам огромное. Да не за что. За ваше добро, которое вы делаете. Генератор поедет тоже по заявочке. У нас уже идет полным ходом загрузка. Сегодня нам помогают мальчишки. Большая часть из них это студенты МПГУ. Вот такой у нас сегодня большой-большой груз. Девочки пакуют по-машительному. Привет! Наши ребята поехали! Все машут им пока! Доброе утро. Сейчас в деке. Вот пришла посылочка. Забираем. Делаем распаковочку. Адаптер. Вот сама антенна, как выглядит. Довольно-таки внушительная. Вот так вот. Даже на русском. Ну а сейчас давайте познакомимся с ребятами из Ростова, которые подготовили, купили эти машины и дооборудовали, и отремонтировали их. Страна, здравствуй! Сергей, Артур. Владимир. Машинка, в принципе, зверь. Надеемся, что она доедет к ребятам. Будет помогать им. Против дроновой сетки от сброса в гранат впереди поставили. Будут натягивать ребята. А дальше уже там сзади сетка тоже у нас там лежит. Будет натягивать. В эту машинку потрудились. Вложили тормоза сделанные, свечи поменены. Карбюратор сделанный. Рулевую просмотрели. Я думаю, проблем не будет. Положили в нее домкрат, троса. Запаска лежит. Масла положили чисто от детского садика. Нептун. Дети, родители положили соленья ребятам. Сигареты, сладости разные. Сеть сзади можно натягивать антидроновая. Вот сетка у нас рабица идет. В гвозди положили набор ключей. Канистра у нас для бензина. От удара сзади. Здесь еще сетка подвесят все. Тут металлом обшили. В основном от осколка. Спасибо ребятам, которые помогали нам. Пришли сварщики. Быстренько это все сделали. Машинка готова. Юра, мы сделали 50%. Теперь 50% ваши. Довести к ребятам это все. Спасибо им. Войны наши бьются. Мы их поддерживаем. Победа все равно будет за нами. Это вторая машинка. Расскажи, что по ней было. Ну, по ней фильтра масла. Патрубки поменяли. Обслужили. Укомплектовали. Тоже трос, данкрат. Такая же сетка, как и на зеленой. Набор инструментов, данкрат, сетки, гуманитарка. И соленья тоже. Антифриз, ключ, баллонник. Машинки все мы осветили в храме Сретенском у нас. Желаем вам удачи, ребята. Страна родная наша. Давайте поддерживать всех наших ребят. Другого варианта у нас нет. Надо всем объединяться, помогать. Мы отправляемся дальше, ребят. Благодарим за их помощь. У нас в районе уже машин в принципе нет. Разобрали все. Вам, ребят, огромнейшее спасибо. Хочу сказать спасибо общественной организации Анапы. Время помогать людям. Благодаря им сборам вот эти машины едут на фронт. Ростов, Анапа, вперед. Дай бог, чтобы не последние машины, мы еще помогали. Всегда. Все, добрый путь. Поехали. Сейчас проверим, вообще она заводится. Ух, как пушечка. Она ключа боится. Рассвет. У нас куча неприятных моментов. С меня сняли номера, писали протокол. Машина эта не на учете стоит. Спорь там, чтобы не стал. Объяснил ситуацию. Он говорит, ну да, эти мы снимем, там плюсик все напишем. Там терра-пэра. Потом у меня начали клинить передние колодки. Едем как бы тяжело. Это как раз момент, когда ДПС остановили. Мне, честно, даже не до них было. Думал, не доедем. В настроенных чувствах еду. Господи, спаси, сохрани, помоги. И, слушайте, поехала. Прям нормально. Теперь беда перешла на другую машину. У нас там что-то с сцеплением пропало. Мы стоим перед Таганрогом, где-то. Населенный пункт Пятихатки. Мы даже еще на новую территорию не ехали. И у нас уже куча-куча геморроя. Прям вообще время у нас 5.56. Получилось, а? Что-то получится. Тяги на месте. Коп-кроп включает. Выживной отсюда видно, что включает. То ли там вцепление, то ли выживной оборвало, то ли козил. Это великие технологии, ребята. Рычажок тогда был. Столько всего было сказано. Интересно. Господи, спасибо тебе большое, что ты с нами помогаешь. Я прям очень рад. От вибрации. В общем, хорошо, что хорошо кончается. Мы, что, правда, не закончили. Едем дальше. Но чувство, это приключение будет великолепно. Если вы днем не разглядели, как эти мангалы выглядят, как от меня народ шарахается на дороге. Это, конечно, прям вау. Господи, пожалуйста, дай нам доехать. Везде теперь идут ремонты дорог. Дорогу расширяют. То есть сухопутный коридор будет делаться все мощнее. Это причем с нашей стороны. 36 километров в час ползу я в гору. Ну, движение продолжается. Это самое главное. Луна, небо голубое. Это все мое родное. Я думал, мы в это время уже Мариуполь проезжать будем. И там до Мариуполя еще 131 километр. Ну, с Богом все получится. Какой там рассвет идет. Виды просто. Кайф. Успеть бы до заката вернуться. Показать вторую часть полотна дорожного строится. То есть дорога будет здесь двухполосная, с разлилками. А также говорят о строительстве железнодорожного пути. Так что в скором времени здесь движение на Крым будет гораздо быстрее. Мы прошли контронно-попускной пункт где-то за минуту. В эту сторону вообще никаких вопросов не задавали, осмотрели и пропустили. Главное иметь при себе паспорт Российской Федерации. Месяц назад тут все только начиналось. Сносились деревья. Сейчас уже готова подложка. Видите, что трактора укладывают, укатывают местами. А местами уже кладут первый слой асфальта. В реальном шоке, насколько быстро все происходит. Приезжаем в Мариуполь. Тут, ребята, где-то 4 полосы великих, законим. А сколько их будет, если слева и справа еще расчищают под дорогу? Вот, смотрите, как выглядят уже новые микрорайончики. Отстроенные и реконструированные заново на месте с левой стороны. Я реально отсюда не вижу ни одного разрушенного здания уже. Где-то еще работают краны, но основу все фасады все сделаны новые красивые. Я, кстати, подложу солдата из Паврополя. Скаф-минвод. Надо использовать, как говорится, путешествие по полной. Но это реально не верится. Сами смотрите своими глазами. Все здания как новые. Мы доехали в первую точку. У нас сейчас здесь отдастся одна машинка. Вот эта зелененькая. И также ребятам сделаем отгрузку на одну точку. Видите, они специально приехали сюда, чтобы мы не ехали там, где опасно. Жалко, что не все так могут. Будем рисковать ради наших дорогих солдат. Прошлый раз написали, почему у вас на машине «Единая Россия» написано. Потому что Пономарев Владимир Владимирович, руководитель партии «Единая Россия» Анапы, выделяет нам это транспортное средство с водителем. И мы везем для солдат. За что мы благодарим всех вообще. Кто помогает, от души огромное спасибо. Вот такой вот сельди, тихоокеанский, натуральный, с добавлением масла. Полтысячи банок. Мы хотим поблагодарить предпринимателей из города Анапы за эту помощь. И солдатам она будет очень нужна и важна. Первая передача груза у нас. Ребята опять забирают у нас вот такой большущий КАМАЗ. Вот здесь маскировочные сети, картошку, которую нам тоже предоставили ребята. Ну и личные посылки и сборы, которые ребята просили. Для них все собрали, подготовили и привезли. Добрый день, представься. Добрый день. Моздок. Моздоку мы доставляем уже не в первый раз. В прошлый раз вообще была очень важная доставочка. Тепловизор, как он? Да, работает круто все. Это самое главное. Спасибо. И в этот раз вот привезли вам нужные вещи. То есть и маскировочные сети, да, требуются? Маскировочные сети, требуется, да, одеяло. Очень важная вещь. Мы делаем международные тепловизионные. Да, потому что ночные работы. Птички летают, очень опасно без них. Ребята приезжают к нам с самой передовой, чтобы мы не рисковали. Им за это огромное большое спасибо. Как бы риск дело благородное, но лучше без него. Это очень важно. Дай привет там в Анапу всем нашим дорогим, кто смотрит. Дорогие анапчане, передаю вам привет с нашей малой, новой земли. Хочу поблагодарить вас всех за ваше беспокойство, за ваше неравнодушие. Выразить огромную благодарность от всего моего коллектива и от всех наших ребят. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья. У вас всегда вот такое вот небо чистое, голубое над головой было. Победа за нами, мы идем вперед. От души, спасибо вам за вашу тяжелую работу. Я думаю, мы будем продолжать вам помогать. Давайте, спасибо и вам. И, ребята, не только Анапчане, вообще каждый человек, который там словом, делом, нажатием клавиши, рублем поддержал наше действие. Благодарность, время помогать людям. Да, и вот вы все, команда, время помогать людям. И вместе мы делаем эту работу от души. Еще раз я руку жму. Все, до встречи. До встречи. Пока мы ждем следующую отгрузку, брендируем машинку. Вы тоже дождались ребят с передовой. Позывной Казак, он делал запрос в прошлом видео на машину. Машину благодаря одной из наших пенсионерок. И всех вас, дорогие наши зрители и помощники, собрали. Ребята в Ростове ее отремонтировали, подготовили антидроновые мангалы. Оборудовали всем, чем надо. Мы ее сюда пригнали и передаем ребятам в руки. А также еще и гуманитарную помощь, чтобы им было немножко легче напередовать. Военнослужащий 116-й бригады особого назначения. Позывной Казак. Благодарю всех, кто помогал в данном сборе. За предоставленный автомобиль, гуманитарную помощь. За масс-сети, рукодельниц, благодарю землячек. Ну и также всех, кто оказывал содействие в помощи в сборе. Фонд «Время помогать людям». Особенно девочкам, которые плели сети, делали масс-халаты, собирали все, упаковывали. Всем людям, кто приходил, спасибо. Вместе сила и победа. Победа будет за нами. Так, два важных дела сделано. Мы еще и перекусили. Прям очень хорошо. И теперь нам надо двигаться дальше. В дальнейшем мы уже будем выезжать на более близкий к фронту направление. Вторая машинка у нас сдается практически на передовой. Надеюсь, что у нас все получится. И мы сегодня за световой день это успеем все реализовать. Потому что оттуда надо будет уехать до наступления комендантского часа. Я вам предлагаю по традиции посмотреть на Мариуполь. Что творит Россия? Здесь вы видели уже по дорогам строятся автомагистрали, чтобы добираться сюда гораздо быстрее, чем это было. И посмотрите на вот эти дома. То есть частный сектор еще немножко разрушен, но уже видим восстановление. Тот микрорайон восстановлен полностью. Здесь построены новые дома. Просто фантастика. Как это красиво выглядит и как это быстро. У нас не было здесь месяц. И я думаю, что мы сегодня будем охать и ахать от того, что будет происходить вокруг нас. Здесь новое освещение, новые фонари. Старые уже вывалили. Здесь мы можем увидеть, что тоже пострадавший дом. Возле него стоит уже два крана. И облицовывают его уже с самого низу. Можете увидеть, что строят даже рядышком еще новый дом. Вот так вот, пусть уже два этажа подняли. Новые сотовые вышки. То есть здесь у меня работает интернет, я выкладываю видео в телеграм. МТС написал, добро пожаловать домой после того, как мы выехали из Ростовской области. Такая заправочка Донбасс. Газ появилась абсолютно новенькая. С этой стороны я смотрю, что это или здание школы очень сильно похоже, или горбольница была. И уже стоит кран. Я думаю, что тоже будут восстанавливать. Уже везде есть жизнь. Новые остановочки, пешеходные переходы. Это мы на краю. У нас тут беда, тут есть зато шаурма, легковый грузовой шиномонтаж. У нас колесо... Слушайте, нас кто-то очень сильно протянет. Господи, пожалуйста, пускай, что будет хорошо. От души прошу. Видите, колесо стерлось, начало кусками отваливаться. Внутреннее на газельке. Надо что-то с этим делать. Колесо 6 тысяч рублей будет такое стоить. Какой вы купите? А что нам надо снять и установить? Итого стоимость 6 600. Работа с колесом будет у нас. Хорошо, что нашли. Вот вам, пожалуйста, сервис везде и все есть. Дом Тюнгитинга посидеть. Можно покусать холодные напитки под ценником. Вот так вот. Вот шармишка жарится. И сладости разнообразные есть. Мы заказали один американа и два капучино. Спасибо тем, кто поддерживал меня на кофе. Я могу ребят угощать. Сейчас можете увидеть. Это бывший автотранспортный лицей. Думаю, что восстановят. И все будет как бы работать уже в полной мере. Работает очень много людей. Идет восстановление. Прям как муравьи на нем. Я думаю, сейчас разберут завалы. И очень быстро все сделают, как было. Ну и город бурлит. Вы видите, сколько машин здесь. Пока пьем кофе. И ждем, как только нам поменять колесо. Уже поедем. Ребята уже переживают, где мы задержимся. Выбились из графика. Все это не по себе влюблено стало. Два часа вот на эту машину большой меняют колеса. Мы попросили. Нам пропустили. Нам за две минуты поменяли колесо. Поставили. Мы отдали все все сопки. И едем дальше. 95-й 59 рублей. 92-й 53 рубля. Дизельное топливо 64. Дизельное топливо там еще какое-то 66. И газ 29 рублей. Только что проехали заправку. Первую. Ну вот видите, стоят еще некоторые раздолбленные. Не восстановленные. Но вот с правой стороны мы можем вообще полностью отрестабрированное здание увидеть. Слушайте, вот насколько быстро все происходит. Мы в прошлый раз ехали. Оно было, ну прям очень подразрушено. А уже вот вам пожарная охрана, наверное. Либо что-то вот в таком духе. Потому что с гербом Российской Федерации. Здесь очень много машин, транспорта, ремонтов. Кстати, дальше тут был еще один шиномонтаж. Можно было и до него доехать. Еще одна вышка сотовой связи. Ловит пока только один МТС. Теледва не хочет работать. Другие связи не проверяли. Конечно, особенно на въезде здесь много промышленных зон, которые тоже еще подлежат восстановлению. Ну, я думаю, что в ближайшее время это все сделает. Ну, это частный сектор Мариуполя. Вот, видите, дом уже полностью восстановлено. Штукатурен, все хорошо. Ну, а кто-то еще даже и не брался. Возможно, люди уехали и даже не пытаются восстановиться. Вот заборчик новенький поставили. При этом видно, что здесь и посеченные посады домов. То есть здесь уже восстанавливают все. Кто хочет, как говорится, берется, делает. Видите, насколько здесь сильные бои были. Дома сложенные. А здесь вот кровлю уже из газоблока восстановили с шифером на крыле. Мне нравятся остановочки. Триколоры флага цвета. ГРП газовая стоит, то есть починена. Здесь мы видим, что работает кран. Вот еще одна заправочка. 95, 59, 92, 53, дизель 64, дизель евро 66 и газ 29, 95, 59. Светофорная сигнализация. Я поймал себя на мысли, что город там у нас после войны и с правой стороны, если я ошибаюсь, здесь было депо. И, по крайней мере, я здесь трамваев очень много видел в прошлый раз. И, если ошибаюсь, пишите об этом в комментариях. Можете видеть, насколько сильно здесь были боевые действия, как здесь все просто посечено выстрелами, взрывами, прилетами. С этой стороны я, кстати, заходил в один из частных дворов. Ну, там действительно все печально выглядело. Но туда, куда уже приезжают машинки, то там уже идет во все восстановление. Хотя здесь, мне кажется, проще все вот эти вот уже строения разровнять и построить что-то новое. Слишком сильно пострадало. Это электрическая постанция. Ну, по виду она рабочая. Жутко, да? Представьте, весь город был таким. Вот сейчас мы заедем в центр. Вы будете охотяхать от того, насколько там уже все красиво и приятно выглядит. С левой стороны проехали кладбище. Здесь был когда-то какой-то магазинчик. АЗС был с левой стороны. Вот туда дача. Тоже новые дома появились. Много их там причем. А я везде направо. Тоже светофор. Слушайте, везде заработали светофоры. Вот вам, пожалуйста, уже новый дом строят из газоблока. Как я говорю, проще снести и новенький построят. И тротуары, ну, это еще одна сотовая ручка. То есть связь развели полностью везде. Вот эти дома судьба мне тоже интересна. Желтые с левой стороны нет. До сих пор стоят как на видном месте. Такие посеченные осколками. Из-за них еще видно, что не брались. Они стоят рядышком с Азовсталью. Здесь сходили слухи, что сделают парк. Может быть, эти дома тоже под парк попадут. Потому что нам слишком много восстановления в них надо. Ну, а здесь бетонный остров дома. Все там полиция работает. То есть, ну, все службы занимаются своими делами. Ну, причем не так сильно пострадал этот остров. Вот следующее здание там разбито. Как и то, что находится с правой стороны. Ох, ело. Тут как... Какточный домик сложилось все. Ненавечно займавшие вагоны. И с углемость другими соископаемыми, которые ехали на Азовсталь. С той стороны тоже наблюдаем еще один завод. Его, кстати, говорят, что запустили. На вот этот по левую сторону от меня. Азовсталь. Смотрите на масштаб. Сегодня мы, наконец-то, едем под солнечной погодой. Вы можете, так сказать, оглядеть его со всех сторон. Здесь ничего, честно, не меняется. Идут разминирования. По крайней мере, то, что я слышал. Потому что слишком много здесь еще осталось сюрпризов. Посмотрите, насколько здесь все разносилось. Потому что битва здесь была очень сильная. Противник огрызался. Наши наступали. И это место долго очень брали. Потому что там и углубления большущие. Но все закончилось в нашу пользу. Для бога, чтобы уже и вся война в скором времени именно так и завершилась. Посмотрите просто. Вот представьте, что все это железобетонное. Вот так искорежило. Мужчина пошел, мусор собирает. Водит порядок. И обратите внимание, действительно, вокруг дороги никакого мусора, бытовых отходов. Ничего нет. Все очень чисто. Хотя, казалось, здесь рядышком война была. Еще помню прошлые разы, когда мы проезжали. Здесь даже дырки в асфальте были. Но сейчас уже уложено новое асфальтовое покрытие. Сделаны уже рекламные акции. На переходе пешеходного, что говорит, пользуемся. Пока бесплатно, собственно, все поверхности. Друзья, обратите внимание. Завезли материал, снесли забор. Здесь какие-то работы уже вовсю производятся. Вау. То есть началось движение по ходу. Представляю, конечно, сколько здесь работы. А вот вам мост новый, классный, прекрасный. Пешеходный переход. Запущены все полосы. Буквально месяц прошел от последнего визита. И все уже работает. Вот так вот. Вообще фантастика. Просто с нуля построили. Считайте, новомосты. И посмотрите, как над городом красиво возвышается храм. И он такой прекрасный. Хотя вот отсюда видно, что работы, честно, по восстановлению еще много. Но при этом очень много ярких, новых, светлых домов, которые уже очень сильно выделяются на общем фоне разрухи. Битва была здесь страшная, ребят. Но при этом и огромные усилия вкладывает Россия, чтобы восстановить все. Вот вам пример, наверное, этот мост. Потому что обычно у нас мосты строят очень долго. Здесь менее чем за год с нуля сделали, восстановили мост. При этом не просто под автомобили, а еще и под трамваи. Причем под трамваи в двух направлениях. С левой стороны видите, как все было убито. И здесь уже, пожалуйста, мойка, самообслуживание. То есть и бизнес подтягивается. Не то, как говорится, государство все делает. Тот, кто хочет, тот не стоит на месте, развивается и вкладывает средства. Опять новая сотовая вышка. То есть связь к городу тоже приходит. Отсюда можно осмотреться и в обратную сторону увидеть масштаб весь этой Азовстали. Эти работы ремонтные тут очень хвалил именно Мариуполь. В плане того, что здесь люди очень быстро возвращают все именно на круги своя. Хотят жить хорошо и стараются. При этом очень сильно. Особенно те, кто остались в городе. Им помогает и государство, и друг другу. Тоже уничтоженное здание. За него пока не берутся восстановление. Ну, снизу уже зашили все. Вот вам реклама. Шейтер профнастил, новое все. Пожалуйста, бизнес запустился. Внутри отремонтировался. Еще одно здание разрушенное. Здесь, когда мы только заехали, когда видел, как сносят целые кварталы домов, так обидно было за все. Ну, теперь понимаешь, что все не просто так. Вот вам, пожалуйста, уже фасады здания восстановлены. Уже магазинчики работают как новые. Выглядит как бы прекрасно просто. Вот вам еще один щеномонтаж. То есть, людей везде очень много. Здесь здания восстановлены. Видим, как работает техника. То есть, фасады подлатывают. Поза в прошлом видео у меня ввели заблуждение о том, что там квартиры продаются в ипотеку, которые мы будем проезжать на въезде. Но я могу озвучить теперь информацию, которую пишут сами Мариупольцы. Некоторые здания еще не восстанавливаются, а некоторые уже восстановлены. Они говорят о том, что все на въезде здания это жилье заметно уничтоженному. И оно абсолютно бесплатно предоставлялось государству под документом. Под ипотеку построили там несколько кактусов в проявлении. Здесь, смотрите, тоже уже новенькие домики красивые, трехэтажные, уютные. Прямо целый комплекс реализован. Куда дальше тоже вся высокая застройка восстанавливается. Здесь, пожалуйста, фасад уже отремонтирован. Причем восстанавливает именно ту архитектуру, которая была. Вот по верхнему балкону видно, что было здесь все жестко. Но строительство идет с такими стахановскими темпами, чтобы он как можно быстрее город ожил. И действительно дает свои плоды. То есть видно, что где-то там мусор соседствует с разрухой. И поэтому новые дома. Смотрите, просто новый фасад строят с нуля. Здание разрушенного, из кирпича поднимают. Вот это да! Вот такие здания в МСУПе. На каждом на весь работают люди. Восстанавливают лепнину, окрашивают здание. И как это симпатично и красиво все получается. Супер просто наблюдать. Особенно сейчас весеннее время. Это нереально прям круто. Пишите, ребят, как вам такие масштабы. Я таких, честно, никогда раньше не видел. Даже представить себе не мог, что такое вообще возможно. Так, что так сильно будут работать именно над восстановлением города. Везде люди, везде рабочие. Там женщина за разборным стеклом. А вокруг нее везде леса идет восстанавливать. Прямо целые улицы, понимаете? Не какой-то там один дом, одно здание. Такое со шпилем, кстати, красивое здание. Идет восстановление. Там дача. Культурный объект восстанавливают. Потому что полностью обнесено. Оно типа на театр. Скорее всего, это театр и есть. И внутри работают люди. Здесь тоже все под лесами. Предлагают уже аренду коммерческих помещений. Ищут те, кто будет работать. Вот он, пожалуйста. Храм. Стоят леса. Тоже все-таки был посечен оскорками. Ну, вот видно по фасаду здесь, да? То есть здесь стекла побитые. А здесь уже новое восстановленное здание с выводами под кондиционеры. Все сделано очень круто. Да, это 100% театр, знаете, я не ошибся. Дети ходят со школы в школу. Вау! Просто, друзья, невероятно. Круто и классно. Там центр машин сколько напаркованных. Это вы все понимаете, что это люди, которые здесь живут, которые не уехали. Вот так вот выглядело все в разрушенном стане. Но уже тоже от дорожной. Я думаю, что ищут те, кто будет восстанавливать. Либо уже кто-то взял под свою работу. Работы, конечно, много. Но вот смотрите, рядышком одно здание разбито. Второе здание уже отделка сделана. Снизу запущена коммерция. Новые стекла. Уже вижу кондиционеры. Здесь то же самое. Видите, какая разруха. Это какой-то концертный зал, 100% был. Но, по крайней мере, похоже. И рядышком дом уже идеально вылизанный. Оштукатуренный. Прямо смотрится. И хочется радоваться всех тех, кто там будет. Спереди уже даже восстанавливают пристройку, которая ранее здесь была. А это подземный переход. Тоже восстановлен. Тоже очень симпатично теперь выглядит. С стеклами. Там здание, по-моему, администрации находится. Дальше почта. Почту еще не брались. Вау! Слушайте, вы посмотрите. Бетон недавно только заливали на этом углу. Того здания, которое было разрушено. И что теперь мы видим? Ребята уже укладывают стены из газоблока. Это как возможно? Как такая скорость? Двигаемся дальше, друзья. Надеюсь, те, кто жили-были в Мариуполе, эти улочки узнают. Но это самый центр. Здесь и парк. С левой стороны уже восстановлен. Можете увидеть восстановочные комплексы. Сделаны здания. Прямо как новые. Газ уже проведен. Все работает так, как надо. Вот эти, я помню, места. Они вообще прям ужасно выглядели. Все были покорежены. Но, допустим, здесь тоже уже снова с кирпича выкладывают, заканчивают. Место встречи. Вот мы в это кафе заходили. И вот тоже привели в порядок. А было вот все, видите, посеченное осколками. Полу разбитое, разрушенное. Но теперь понятно, что все восстановят. И будет этот город еще лучше, чем был. Будет не город промышленный. Это, наверное, город-курорт и самым таким привлекательным местом среди Азовского побережья. Именно с этой стороны. Я уверен даже в этом. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Потому что масштаб, конечно, восстановления меня восторгает. Есть чем гордиться. Здесь, видите, над проспектом Гербы появились. Я так понимаю, они ночью с подсветкой. Должны выглядеть очень красиво. Здесь тоже, смотрите, зелененькое здание. Тоже такое симпатичное. Новые сотни. Облицованные здания. Ну, здания облицованные, здания старые. Потому что, видите, вот так вот. Там сейчас под банерами немножко спрятаны. А вот так вот выглядит здание уже, когда реставрацию произвели. Уже везде весят шторы, уже живут люди. Уже красота. С левой стороны, в принципе, все точно так же происходит. Здесь новая облицовка здания. Хотя тут даже уже и сравнивать не с чем, как это было показать, что... По левой стороне можно увидеть, да, желтенькое будет. А сейчас ведутся работы. Оштукатурили, сделали фасад. И потом уже продолжается остальное. Делать здесь магазинчик. Магазинчик, цветы. То есть, это не только новые улицы. Кстати, автобусики тоже, посмотрите, какие крутые у них. Здание было раз, два, три, четыре, пять этажей сохранено. И вот заново выгоняют из кирпича. И вот сверху мы видим, как работают строители. И полностью восстанавливают здание. Признала комиссия, что восстановление подлежит. Фундамент сохранился. И отстроили все квартиры заново. Уже вставили стекла. Здесь аллея голубей. Реализованная там. Для того, чтобы здесь был мир всегда. Далее там комплекс какой-то разрушенный стоит. Ну, а с левой стороны тут прям одно красивее другого. Здание именно восстановленного облицовки. Кстати, пишите, если вы живете где-то здесь, в этих районах. Как там уже внутрянку подтягивают. В прошлый раз говорили, что уже многие люди заехали. А до этого за месяц говорили, что еще была проблема с тем, что снаружи делают, а внутри у людей была разруха. То есть, вот как в этот раз, очень жду комментарий тех людей, которые здесь живут, чтобы, как говорится, донести до всего мира, что вообще происходит. Мы здесь с левой стороны видим торговлю, которая идет бойко. Очень много людей, молодежи на улицах. Новые вот такие хрум-хрум. У голода нет шансов. Места, где можно поесть. Остановочные торговые комплексы. Еще очень много зданий. Прям обновлен очень сильно город получился. Стало очень красиво и симпатично здесь. Мы как будто действительно едем вот вновь по построенным кварталам. Идеальная дорога, тротуары, облицовка зданий. Вот прям только-только заканчивается строительство. Такое ощущение, что будет сдаваться целый город сразу. Нам, вот смотрите, тоже здание не подбежало по ходу там восстановления. Строят заново, с бетона возводят. И уже с нижних этажей идет закладка стен газоблоком. То есть используют очень хороший материал. Потому что газоблок дороже, чем муровой. И он более теплоэффективный. Никто не экономит, а делает хорошо и качественно. Это тоже очень важный момент. Я думаю, что жители больших городов не будут, конечно, завидовать таким широким проспектам. Но я как анапчанин, трехполосное движение в одну-другую сторону. Хотел бы видеть из себя в городе. Тоже старое здание. Разрушено войной. Облицовывают. И здесь у нас приобретаются белые оттенки. Другой немножко более желтоватая. Пролетаем уже в сторону выезда из города. Сейчас посмотрим с вами новые микрорайоны, которые там существуют. О которых я вам в середине данного сюжета и говорил. Мой вывод, что я в восторге. То, что мы увидели, это очень круто. Вот опять сотовые вышки. Опять здесь, видите, рынок, люди везде. То есть когда я впервые видел Мариуполь, после того, как мы сюда заехали, после его освобождения, город был вымерший. В городе практически не встречались люди. Везде был мусор. Везде были разбитые, разбомленные дома. А сейчас, посмотрите, новые районы. Мы выезжаем. Здесь уже газончики подровняли. И тротуарчики сделали. И разметочку новую на новую дорогу нанесли. И чувствую, после моих восхищений, что кого-то будет пригорать. Но я говорю правду. Все как есть. Конечно, не приведи Господь никуда войны. Ну, когда был увиден Мариуполь, я был в жесточайшем шоке. А сейчас я очень рад за людей. Дай бог, чтобы дальше в их жизни была только мирная жизнь. Как сказал один из наших воинов, вот такое вот мирное голубое небо над всеми. Смотрим, друзья. И он туда до бесконечных. Все уходит этот квартал. Здесь уже у нас заправочная станция. Еще одна. И посмотрите. Вот все, что вашим глазам видно. Здесь, кстати, был торговый комплекс его снесли. Наверное, новый построят везде. Дома, дома, дома. Здесь вообще-таки белоснежно. Очень красивым оформлением. Очень классно. Придомовые территории вы сейчас все это увидите. И футбольные поля, баскетбольные, причем очень много. Каскады сделаны, деревья посажены, парковочные комплексы, детские игровые площадки. Там даже школа или детский садик. Здесь есть полностью вся инфраструктура. То есть эти дома заселены. Это как раз-таки эти дома взамен на уничтоженную недвижимость выдавали. Вот с левой стороны очень красивый зелененький комплекс. Мне тоже нравится. Здесь, посмотрите, какие территории, парковая зона. Вау, там вообще какой-то, наверное, спорткомплекс большущий реализован за этими зданиями. Это действительно приезжает, гуляет, снимает все подряд. Построен жилой комплекс, дальше там больница восстановленная. Вот с левой стороны тоже домики невысокие, широкие дворы. У нас в Анапе нет даже таких широких дворов, ребята. У нас гораздо уже стоит. Везде детские площадки, везде благоустройство. Песотовая вышка. Отдельные паковочные зоны. Это вот сюда, если больницу. Многопрофильный медицинский центр приезжает. В Багаруси тоже и парковая зона. Там у них внутри освещение. Круто. Желаю процветания в Мариуполе. Как вам изменения за месяц, с прошлого видео. Или там за год с небольшим после освобождения. Жду вас в комментариях, друзья. И будет еще круче, потому что только людей работают. Я думаю, даже после лета сюда приехать, и можно будет обомнить. Уверен, что большинство домов будет уже закончено. Причем даже тех, которые начали строить с нуля. Мы заехали на заправочку. Здесь и газ, и бензинчик, и все есть. От газ по 30, 92-53, дизельная 66, 95-59, 92-53. Если вдруг вам интересно, кафе здесь пока. И магазинчик не работает, но бензинчик заправляют. Здесь вот по всему видно, как восстанавливали все. Мы ранее заезжали на эту заправочку. Видите, вот как этот знак побит. Тут все было расколбашено. Точно так же. Пожалуйста, все привели. Красивый вид. Уже все работает и радует. Тем более, это дорога Крым через новые регионы. Единственное, что я чувствую, что прям очень нужен объезд Марио. Даже не в пик мы очень много времени в нем потеряли. Наверное, еще потому, что мы вау, 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 вот с таким эффектом ехали. Я просил они гнать. Может быть, проехали быстрее. Ну, все как есть, все по факту. Я в Телеграм рассказал о том, что мы 6600 тратим на колесо замену. И Юрий Михайлович Закинул донат 1000 рублей под эту тему. Спасибо вам большое от души. Дорогие друзья, один из самых крупных сборов с генератором. У нас на десантно-штурмовой полку ходят. Ребята приехали здесь недалеко уже. А ты не забыли основения забирать все эти вещи. Дорогие друзья, выражаю огромную благодарность всем тем, кто неравнодушен. Всем тем, кто помогает. Нашим дорогим солдатам от души вам спасибо. Передаю слова благодарности фонду. Время помогать людям за эту прекрасную гуманитарную помощь. Победа будет за нами. И ребята оставляют свой автограф. От души позывной боцман. У нас есть пес, который любит море. А тут парень с позывным боцманом. Еще одна тема о том, что с нами Бог и он нам помогает. Мы приезжаем там на ту точку, которую парень нам назначил для встречи. Его там нет, лахает связь, непонятно. Я говорю, слушай, поехали, у нас там время жмет. И мы проезжаем буквально километров 10 и находим его машину. Вот не поверите прям. Господи, спасибо тебе за то, что ты нам помогаешь. Вот прям, не знаю, как это вот объяснить, но вот какая-то чуйка. Поехали и все случилось, все нашли. И нам осталось еще две точки сегодня разгрузиться. И мы счастливые будем возвращаться уже в сторону дома. Дай Бог, чтобы все получилось. Чем дальше вперед, тем опаснее. Здесь были поля. Мы заезжаем в такома. Здесь недалеко Работино, Вербовое. В общем, места контрнаступа, которые были. Предпоследняя точка разгрузки. На Доброго мы привезли. Машину отдаем. Отдаем груз, который вы собирали. Всем от души спасибо. И парни имеют желание сказать вам тоже пару благодарственных слов. Всем здравствуйте. Вас приветствуют артиллеристы 1251 полка. Хотел бы выразить огромную благодарность от лица личного состава за буханочку, за ту гуманитарку, которую сегодня нам Юрий с ребятами передали. Большую благодарность высказываю. Время помогать людям. Юрию Азаровскому. Вообще всем тем, кто причастен к этому сбору, кто нам так сильно помог. Действительно, большая помощь. Победа будет за нами, ребята. Слава России. И большое спасибо, огромное спасибо сказать пенсионерке, которая внесла очень большую сумму денег и, можно сказать, двинула этот сбор. Ура! 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 И ребята оставляют тоже свои подписи на память о нашем этом выезде. Вот так вот, ребята, такую красоту нам написали. Гонки. Мы едем туда, ребята, видите, где только что были прилеты. Там горит, и нам надо попасть в этот населенный пункт. Последняя точка отгрузки, ребятки, на сегодня. У нас недалеко от передовой уже, в самой опасной зоне, в которой мы в эту поездочку находимся. И тут для Катеньки приветик есть. Катя, большое спасибо, получили твою посылочку, здоровье тебе, спасибо за твою поддержку. А также хочу поблагодарить, время помогать людям, за вашу гуманитарную помощь. Мы справились, все передали, все, 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 что мы собирали вместе с вами. От души, ребятки, спасибо всем за помощь. И ребята своих рост в 50 вставляют. Четыре часа дня с чувством выполненного долга. Мы можем сжать на тапочку в обратную сторону. Доставили уже как минимум. Но дальше, надеюсь, появится бурж с нами, и мы вернемся. Где там наш еще один водитель? Алина, прости, твой муж остался здесь. Поехали. Ну, недельку. До второго он уехал в Комарова. Все, Алина, в машину ручки. Честно, нет его, он не спрятался, мы его там оставили. Едим, едим в соседнее село, на дискотеку. Мы заехали в поселок, который называется Мангуш, по пути обратного же следования. И хочется вам показать, как здесь все выглядит. То есть Россия сделала дорогу новую, асфальтную, посерединке. То есть бордюрчики поменяли. И, как говорится, тут все заиграло новыми красками. Например, остановки в цветах триколора. Ну, а так, у тебя жизнь идет потихонечку. Там тоже фасады домов, видите, отделывают, делают их красивыми. Детские площадочки появляются. Современные с резиновыми покрытиями. Ну, и все работает. Магазины продукты. И это центр самого поселка. С левой стороны тут либо дом культуры, либо администрация находится. Памятник Великой Отечественной войне. Тут прям такой очень мощный монумент. И такое здание старенькое. Сказать, что здесь что-то плохо. Вон, пожалуйста, люди стоят на углах, общаются. Да нет, все хорошо. Живут и радуются. Собственно, что и должно происходить. Вот китайские машины заполонили уже нашу страну. Я смотрю, тут везде. Круговое движение. Третий съезд. Это уже на кругу. Красота. Не знаю, если кто знает, что это было в Мангуши на пещере. Ну, и дальше частный сектор. Но дорога, в принципе, отличная. Как трасса. А вообще, вокруг него есть шикарная облизная. Тоже с новой дорогой просто. Ну, мы решили проходиться сквозь поселок. Говорится, почему бы и нет. Чтобы не посмотреть, как тут живут люди. Частный сектор газ. Участки уже обработаны. Найден более быстрый маршрут. Все высажено. Как он, поселочек? Чемпатично? Уютно. Недалеко море же еще, да? Дальше уже на выезд поселка. Ну, так же, сотовая вышка. Собственно, это все, что я хотел вам показать.